Разминка цифрового апокалипсиса. Масштабный сбой в операционной системе Windows затруднил работу банков, аэропортов, железных дорог, фондовых бирж и СМИ. Во многих странах сама компания связывает ситуацию с некорректным обновлением антивируса CrowdStrike, а при этом коллапс почти не затронул Россию и большинство стран СНГ. Глобальный сбой IT-систем. Массовый выход из строя компьютеров под управлением Windows привел к сбоям в работе банков, бирж, авиакомпаний, железных дорог и СМИ во многих странах. Последствия ощутили на себе десятки миллионов человек в США, Европе и странах Азии. Причиной масштабного сбоя стало некорректное обновление антивируса американской компании CrowdStrike. Подробности у Михаила Задорожного. Первые сообщения о проблемах стали появляться в пятницу утром, и очень быстро стало понятно, что это массовый сбой. Компьютеры, на которых поломалось Windows, были не только у домашних пользователей, но и у многих компаний и организаций в США, Великобритании, Германии, Испании, Арабских Эмиратах, Японии, ЮАР и других странах. Пользователи сообщали о сбоях в работе банков, карт платежных систем, визы и мастер-карт. В Израиле сбой затронул некоторые больницы, а также почтовую службу. Лондонская фондовая биржа заявляла о проблемах в работе на фоне глобального сбоя. Банк Англии сообщил, что из-за сбоя вышла из строя его система платежей. В американском штате Аляска были недоступны телефоны службы экстренных вызовов 911. Но больше всего, наверное, пострадал от глобального сбоя транспорт. Сначала американские авиакомпании Delta United Airlines и American Airlines сообщили об отмене рейсов. Потом проблемы возникли у турецких авиалиний Ryanair и Люфтганза. Во многих аэропортах из-за сбоя стали выдавать рукописные посадочные талоны. А сами пассажиры не очень понимали, что им делать. Вот что рассказала в эфире телеканал Sky News женщина, которая вместе с шестилетним сыном собиралась вылететь из шотландского Эдинбурга в швейцарскую Женеву. Мы должны были вылететь этим утром в 7 утра. Прошли через службу безопасности, а потом шум. Экраны не обновляются. На них просто висит сообщение «Ждем выход на посадку». Через пару часов объявили о выходе на посадку. Мы добрались до выхода, прождали там около часа. А потом я поговорила с девушкой из авиакомпании, и она сказала, что рейс отменен. Они и сами не знали об этом. Кстати, и сам британский телеканал Sky News, показавший в эфире сюжет из аэропорта Эдинбурга, был вынужден на некоторое время прервать вещание из-за сбоя Windows. Американские журналисты пообщались с пассажирами в аэропорту Нового Орлеана. Мы пробыли здесь минут 45. Очередь, если и продвинулась, то на несколько дюймов. Я отправляюсь в Портленд, штат Мэн, к семье. О сбое я узнал, когда ехал в аэропорт на такси. По приезде мы встали в очередь. Сотрудники сразу же ее закрыли и сказали, что сомневаются в том, что будут какие-либо рейсы выполнены. У меня планировалось большое семейное воссоединение. У нас много, кто должен был прилететь. Теперь все зависит от того, как быстро мы сможем выбраться, прилететь туда и повидаться с семьей. Вчера была ужасная погода. Они отменили мой рейс в Милуоке. Перебронировали на сегодняшнее утро. И вот я здесь. Это полный отстой. Это совсем не весело. Одна из самых первых версий – хакерская атака. Но она не подтвердилась. Как оказалось, причиной глобального сбоя стало некорректное обновление платформы для защиты компьютеров от кибер-угроз американской компании CrowdStrike. Сама компания это подтвердила. Она сообщила, что решение для восстановления работы Windows уже найдено, а публикована пошаговая инструкция. Проблемы затронули и облачную платформу Microsoft. Оказалось, что на компьютерах, которые ее обслуживают, тоже был установлен софт от CrowdStrike. Из-за этого у тех пользователей, чьи компьютеры сбой не затронул, все равно возникли проблемы. В частности, с офисным пакетом Microsoft 365 и платформой для корпоративных коммуникаций Microsoft Teams. Правда, компания, которую основал Билл Гейтс, довольно быстро все починила. CrowdStrike, с которой, поломаясь компьютеры под управлением Windows, приобрела мировую славу в 2016-м. Во время президентских выборов в США к ней за расследованием обратились представители Демпартии. CrowdStrike заявила, что за взломом почтовых ящиков демократов и обнародованием компромата на соратников к тогдашнему кандидату в президенты Хиллари Клинтон стоят российские спецслужбы. Позже стало известно, что это не соответствует действительности. При этом масштабный сбой Windows практически не затронул Россию. Все дело в том, что у нас софт от CrowdStrike почти никто не использует. Продолжает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Дело в том, что CrowdStrike вообще отсутствовал в России. У них не было никогда ни офиса, ни представительства. И через партнеров они особо не работали. В России всего было несколько клиентов. CrowdStrike и то в основном глобальных компаний. Но если бы это была не CrowdStrike, а какая-то другая американская компания в области кибербеза, то здесь бы сработали санкции, потому что с 2022 года все эти компании покинули страну, а, соответственно, заказчики за эти два года уже импортозаместились и перешли на отечественное программное обеспечение в области кибербеза. Многим айтишникам в разных странах отдыхать в этот уикенд точно не придется. Они будут устранять последствия глобального сбоя. Но обычные люди обсуждают случившиеся в соцсетях. Многие относятся к этому с иронией. Одна из самых популярных шуток. Спасибо Windows. Выходные начались на день раньше обычного. Коллапс компьютеров под управлением Windows. С причиной глобального сбоя, ущерба которого может составить миллиарды долларов, стало некорректное обновление антивируса. Как такое стало возможным и сколько будут устранять последствия об этом механизодорожной? Что именно произошло, уже понятно. Американская компания CrowdStrike выпустила обновление для своего агента кибербезопасности Falcon Sensor, который должен защищать компьютер от различных угроз, в том числе ранее неизвестных. В этом продукте используются технологии искусственного интеллекта, чем разработчик, похоже, очень гордится, если судить по презентациям самой CrowdStrike. Обычно компьютеры настроены на автоматическое обновление программы компонентов, связанных с безопасностью. И установка апдейта от CrowdStrike тоже прошла в автоматическом режиме, после чего системы Windows просто перестали работать, сообщив о критической ошибке. То, что айтишники и продвинутые пользователи называют Blue Screen of Death, поскольку такие сообщения выводятся на синем фоне. CrowdStrike подтвердила наличие проблемы и сообщила, что работать с клиентами над ее устранением. Собственно, искать виновных долго не нужно. Причина глобального сбоя в том, что разработчики из CrowdStrike плохо протестировали свое обновление перед тем, как устанавливать его на компьютеры пользователей, продолжает руководитель управления исследованием угроз лаборатории Касперского Александр Лискин. Судя по всему, не все компании уделяют должное внимание качеству их софта и качеству обновлений, которые они выпускают. К примеру, в лаборатории Касперского любое обновление, которое мы выпускаем, проходит многоуровневый контроль качества. То есть множество тестов проводится, как ручных, так и автоматических, до того, как вообще обновление может попасть пользователем. И только если все эти тесты успешно пройдены, мы начинаем его раскатывать нашим клиентам. Устранить последствия глобального сбоя, видимо, придется долго. Не потому, что это очень сложно, а как раз наоборот. Надо всего лишь перезагрузить компьютер в безопасном режиме и удалить один из файлов обновления Краудстрайк. Но делать это придется вручную. И если компьютеров много, тысячи и десятки тысяч, как в крупных компаниях и корпорациях, то на это потребуется несколько дней, говорит IT-специалист Олег Демин. Если мы видим, это терминал, или это каст, или еще что-то, или это экран, подключенный к серверу, у него нет места, где штатная клавиатура. То есть эти компьютеры, они штатно работают, там, стойки, еще как-то. То есть для них подключение к клавиатуре – это уже режим обслуживания. То есть должен прийти человек, должен открутить панель, получить доступ, подключиться к нему. То есть физически надо его перезагрузить и нажать клавишу на клавиатуре. Но пускай займет это у него там три минуты. То есть это быстрая операция. Это на каждую кассу, на каждый компьютер это надо сделать. Ирония в том, что к глобальному коллапсу IT-систем привел софт, который должен защищать компьютер от различных кибер-угроз. При этом решение краудстрайка очень популярно в США и на Западе. Этим и объясняется масштаб возникших проблем. Продолжает глава департамента сетевой безопасности компании «Факт» Никита Кислицын. Проникновение у них, вот видите, в некоторой индустрии типа финтеха, тревела, телекома очень высокое. Из-за этого, собственно говоря, такие последствия массовые мы наблюдаем. То есть это на самом деле прямое отражение просто того, что они лидер рынка, большая капитализация у компании, очень много продают они свои вот этой штуки. Но на деле оказалось, что продавая ПО для безопасности, они на самом деле, вот допустив такую вот ошибку техническую, они на самом деле ущерба нанесли, скорее всего, куда больше, чем те самые хакеры, которых они остановили своим ПО. То есть здесь на самом деле уже экономисты должны считать, было ли выгодным в итоге для экономики использовать их ПО для безопасности, учитывая вот этот вот кошмар, который они заварили. Общий ущерб от масштабного сбоя Windows еще только предстоит посчитать. Правда, некоторые СМИ уже приводят оценки различных экспертов. Речь в любом случае идет о миллиардах, а может о десятках миллиардов долларов. Случившееся уже привело к падению акций Microsoft и CrowdStrike. Но самое главное, что от продуктов американского разработчика стали отказываться крупные клиенты. Илон Маск уже заявил, что все его компании удалили программное обеспечение CrowdStrike.